Всем привет! С вами канал Artmania. И сегодня у нас будет обзор покупок, которые я купила за то время, пока отдыхала. То есть эти две недели, пока я отдыхала, делала свои дела. То есть, ну, там есть покупки. Обзор на одежду был отдельный. Мою одежду, одежду, которую я купила сыну, тоже был отдельный. Он где-то там есть. А сейчас просто мелкие вещи. Так, была я в светофоре. Купила такую гуашь. Она пойдет на обзор. Я купила две штучки. Кстати, когда покупаете гуашь, обязательно смотрите. Открывайте ее прямо в магазине, потому что может попасться сухая. Сейчас мы посмотрим с вами. Ну, я там одну открывала, но лучше... Ну, вот. То есть, вот видите, какая она должна быть. Такая. То есть, там гуляет небольшая жидкость. Именно такой она должна быть. Вот. Купила я на обзор и, в принципе, своему ребенку, сыну своему. Ну, и стоила она, конечно же, довольно дешево. Я не помню уже сколько. Но не больше 60 рублей. 48. Вот мне что-то на языке так вертится. Я, честно говоря, уже не помню. Здесь только 6 цветов. Ну, то есть, обычная самая такая стандартная гуашь. Также, там же я купила такую акварель. Кстати, вот смотрите, очень быстро сломался. Она очень тонкая. На нее тоже, кстати, будет отдельный обзор. Акварель. 12 цветов. То есть, самая обычная. Она стоила 36, что ли. Тоже сейчас не помню. Ну, это все вы увидите там внутри. Вернее, будет обзор. 12 цветов. Ну, и мне понравились, конечно, тут такие интересные цвета. Посмотрим, какая она будет в деле. Но я думаю, что такую акварель, в принципе, можно покупать, готовя ребенка к школе. Там они, может быть, много рисуют. Или просто дети, которые часто и много рисуют. Если у родителей нет денег, почему бы не купить? Ну, посмотрим, какая она будет в деле. Потому что я знаю, что акварели бывают очень-очень разные. И бывает, что цвета практически нет. И очень-очень-очень сложно добиться. Мне попадались такие. Так, также я зашла в Fixed Price. Купила свое любимое кофе. Оно мне очень нравится. Не знаю, кому-то не нравится, но мне он нравится. Вот он мне прям так бодрит. Блин, не знаю. Короче, мне нравится. 99 рублей он стоит. Конечно, у меня уже все есть. И в Fixed Price я больше ничего не купила. Не знаю. У меня уже, видимо, просто все есть. Уже покупать просто нечего. Также я побывала в Ленте. В Ленте я купила вот такие вот баночки. Купила их таких 6 штук. Здесь у нас 300 миллилитров. Они стоили 40 рублей за штуку. Купила я их туда, чтобы положить мои сухофрукты. То есть по чуть-чуть вот так вот кладешь, съедаешь. Съедаешь, кладешь там. То есть по чуть-чуть вот так вот. Где-нибудь у себя в кукольном гарнитуре. И это, кстати, очень удобно, чем держать сухофрукты в каких-то мешках. Это очень много, это очень долго. Перебираешь эти мешки и ищешь. И в итоге там ищешь одно, а в итоге берешь другое. То есть неудобно это все. А тут вот по чуть-чуть складываешь и очень красивые. У меня практически такие же бутылочки для сыпучих. То есть для кашек. Тоже с такой же крышечкой. Поэтому это классно. Так, также я ходила в атмосферу этого отрадном. Купила я вот такие вот помело сушеные. Я их всегда там беру за килограмм 420 рублей. Но я решила тоже взять. Перед компьютером я очень люблю их пожевать. Сначала их рассасываешь, потом она становится мяненькой. И ее разжевываешь. Но когда выбираете, выбирайте, чтобы она была для этого такая. Потому что некоторые бывают там попадаются очень огромные, какие-то толстые куски. И их разжевать очень сложно. Но смотреть по себе, то есть на любителя. Так, также, конечно, я побывала в Ашане. Не без этого. Купила, забрала, кстати, по средней 3 ватты вот такие. Не знаю, куда их люди берут, куда они расходуют. Может быть, они сейчас шьют из них маски какие-нибудь. Здесь по 50 грамм. Не стерильные. Из них я хочу сделать себе... Кто знает, я сейчас делаю мацони. И мацони часто приходится накрывать большим количеством одеял. И это все стоит вот тут на столе. И все это просто мешает. Мне не нравится. А здесь они, кстати, сложены вот так вот. Или вот так. Не помню, как. Пластами. И я хочу просто сшить какую-то такую для баночки. То есть для 1-литровой банки. Такую вот шубку какую-то. И просто на эту банку одел. Там тепло. И она где-то там сбоку стоит. Не занимает много места. Вот. У меня появилась такая идея. И вот, наконец-то, я купила. У нас брала 3 последние. На всякий случай взяла 3. Думаю, со что пригодится. Вот. Мы обычно, кстати, еще этими ватами внизу кладем под елку. Как будто это снег. Поэтому у меня где-то еще, вроде бы как, должны быть эти ваты. Но, честно говоря, я не помню. Так. Также я купила, не помню где, а в Ашане. Пепельницу. Я не курю. Не подумайте. Решила мне вдруг в голову, когда я увидела эту пепельницу, в голову пришло, что я могу из нее сделать мыльницу. Потому что мыльницу я найти не могу никак уже больше, наверное, 6-7 лет. Я не могу подобрать мыльницу такая, которая мне будет нравиться. Вот. И находилась я в Ашане. Смотрела на эту пепельницу. Подумала, здесь есть вот такие маленькие какие-то дырочки. Думаю, что-то, может быть, сюда вот сплести, положить, чтобы мыло можно было класть. И вода здесь стекала. Потому что, блин, выбрать мыльницу, оказывается, это очень-очень сложно. Ну, короче, я решила вот так вот сделать. Не знаю. Делать ее будем вместе с вами, скорее всего. Не знаю, короче, что получится. Но у нее будет отдельный ролик. Так, купила я, кстати, влажные салфетки. Такие влажные салфетки купила. Это я в Отрадном купила в атмосфере. Здесь 15 штук. Стоили они 7 рублей вроде как должны быть. Ну, это дешево, 7 рублей. Честно, это дешево. А, нет, не 7, 9. 9 они стоили. Это другие были 7, но их не было. 9 рублей. Но это все равно дешево. Если, честно, если вы вдруг увидите салфетки, которые стоят дешево, берите. Ничего страшного, если они засохнут. Ничего страшного в этом нет. Вы их просто вот здесь вот откройте, зальете туда воды, отожмете, и у вас будет снова влажная салфетка. Вот. Ну, при этом я еще делаю из них в основном, то есть не для этого они в основном мне, а заливаю туда водку, и они как спиртовые салфетки где-нибудь на улице поесть мороженку. Я протираю руки и спокойно ем. Ну, или спирт. Можно называть, если у кого-то он есть. У меня его нет, к сожалению. Вот. Купила я таких 5 штук. Хотя, честно говоря, когда я уже стояла на кассе, я подумала, что нужно было взять все-таки побольше, пока все-таки за 9 рублей они есть. Так. Также я зашла в рубль бум. Кто не знает, я ездила к трихологу. И она сказала, как раз была у мамы, она сказала, что нужно помыть голову. У мамы есть шампунь, но нет бальзама. Поэтому я купила вот такой вот шампунь-бальзам. Как я съездила к трихологу, это будет отдельный ролик. То есть, посмотрите. Здесь как раз для... А, склонных к выпадению волос. То есть, такое вот. Очень, кстати, мне понравилось. Так яблочком пахнет. Это классно. Вот. Я потом еще докупила бальзам. Потому что обычно я покупаю шампунь и два бальзама. Потому что бальзам у меня очень быстро уходит на мои длинные волосы. Шампунь хоть как-то пенится, а бальзам нет. Обычно всегда так делаю. Так. В перекрестке я купила такие печеньки. Мне очень, кстати, они понравились. Так. Да. Черничный со злаком. На них был обзор. На моем канале есть. Кстати, на этой кофе тоже есть обзор. Вот. Мне понравился здесь состав. Вот он состав. В принципе, самый обыкновенный. И у моего ребенка на них нету аллергии. То есть я купила ребенку. Такие вот печеньки. Ну, блин, они просто вкусные. А, я здесь положила... А, я их купила три штуки. Три штуки купила. Здесь я положила одну, чтобы не загромождать слишком стол. Так. Также я, кстати, в Отрадном купила такие вот конфетки-сосучки. Мне они очень-очень нравятся. Так. Там они стоили 8 рублей за 100 грамм. Была скидка. Блин, я не знаю, но почему я не взяла килограмм? Ну, почему они у меня быстро заканчиваются? Я уже до этого как-то раз их покупала. Я знала, что они у меня лежат. Но я очень люблю, когда конфета полежит очень долго. Она становится мягкой. То есть вот такую вот карамельку, которую мы обычно со всем... Ее можно прожевать. Блин, это просто классно. Я могу за вечер, не знаю, их очень много съесть. Только уже, конечно, возвращаясь домой в электричке, я подумала, блин, надо было... Ну, я взяла 230 грамм. Ну, ладно. Там будет еще, наверное, акция. В следующий раз возьму по акции. Все-таки 8 рублей за 100 грамм. Это мало. В Ленте купила вот такое мыло. Я помню в детстве. Так, туалетным мылом. Камей. Купаж цветочных масел. Короче, с ароматом розы. Помню, в детстве на даче я помылась вот этим вот мылом. Не знаю, я так долго им терлась, что ли. Или тогда было просто качество лучше. Мне было лет 13, наверное, где-то. Я помню, как я выхожу из летнего душа, и от меня прям запах розы. И он так долго держался. Вот дома я сколько ни мылилась, у меня не получалось. Ну, спустя там несколько лет, наверное, никак не получалось. И вот я решила купить. Кстати, у него была акция всего 40 рублей. Ну, и, в принципе, Камей уже начинает, честно говоря, пропадать. И мыло их уже не везде есть. Я же, честно говоря, думала, что они уже все, исчезли. Ну, вот еще есть. Я купила. Кстати, очень ароматно. Понюхайте. Чувствуете? Обалдежь. Надо было несколько взять. Потому что я люблю, как бы, помылась гелем для душа туда-сюда, да. А потом я люблю еще мылом натереться. Мне кажется, тогда я уже просто идеально чистая, что даже кожа начинает уже скрипеть. Вот. То есть, уже нет никаких шарушек. Так. Также я в Ашане купила вот такая вот доска для лепки. Она, кстати, довольно такая плотная. То есть, в предыдущем каком-то другом магазине я видела, они очень мягкие. Какие-то прям и маленькие. А, и маленькие были, и очень мягкие. Короче, вообще прям неудобно. Здесь вот они прям такие плотные. Я взяла две штучки. Потому что, когда мы с ином лепим на столе, я замечаю, что у меня на столе остается цвет вот этого теста. Именно цвет теста. Это не очень приятно. И, конечно же, я купила вот такие вот набор ножичков. Потому что я вижу, что Диме не хватает. Ну, я взяла по одной штуке. Пока он, допустим, занят одной лопаткой, я могу другой лопаточкой. Хотя сейчас стою при себе, думаю, наверное, надо было побольше взять. И вот такие вот. Они немножко подороже. А, ну, в принципе, они одинаковые. Одинаковые. Я думаю, что ребенку будет интересно. Здесь вот луч. Набор стеков. 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 Делюкс. Четыре штуки. Думаю, ребенку будет интересно. Как раз мы лепим из теста. Ему это нравится очень. Так. Также я купила, решила купить альбомы для рисования. Они стоили 24 листа. 26 или 28, по-моему, рублей. Вот. Я подумала, блин, а почему бы не взять? Вроде я так потрогала. То есть, тут листы немножечко... Ну, такие довольно, кстати, шершавые. Немножечко плотные. То есть, по-моему, мне кажется, даже они не такие, как из обычного принтера. Взяла я их три штуки. Если вы хотите, чтобы я сделала на них обзор, напишите внизу в комментарии. Сделай, пожалуйста, обзор на альбомы. Вот. Ну, альбом для рисования, я думаю, скорее всего, либо карандаша. Мне не знаю. Мне кажется, акварель или гуашь не выдержат их. Вот. Ну, я взяла побольше. Я сейчас как раз их коплю для своего ребенка. Для будущего. Потому что я помню себя в детстве. Мне не хватало альбомов. Мама не успевала покупать. И я помню, рисовала и с одной стороны, и с другой стороны. И потом где-то еще дорисовывала. И что-то вот такое. Я не хочу, чтобы это было точно так же у моего ребенка. Поэтому я постепенно, постоянно докупаю альбомы. Ну, я еще также, кстати, покупала в фикс-прайсе. Вот. Там было как-то раз 50 рублей. Да, 50 рублей было за 50 листов, что ли. Как-то так. То есть, в принципе, это было очень выгодно. Так. Также прищепки купила. Это мне для творчества. Я помню, что они были нужны. Не помню там чего, как. Но что-то я там хотела делать. Они стоили около 80 рублей. Такие самые себе обыкновенные прищепочки. 20 штук. Выбрала самые красивые. Обязательно, если покупайте, смотрите с этой стороны, чтобы было все качественно и было все красиво. Потому что другие предыдущие, там были какие-то черные такие вот полосы. Как будто дерево начинает подгнивать. Вот что-то такое было. То есть, ну, их оставалось 2 штуки. И вот я забрала последний. Хотя, честно говоря, я хотела взять 2. Но раз там другая не очень, я не стала брать. Потому что тоже страшно, мало ли. Так, и давайте сейчас я вот это все уберу. И у меня есть вторая часть. Там немножечко продукты. Ну, вернее, продукты, на которые будет обзор. Я их отложила уже просто отдельно. Уже их там всех сфоткала. Поэтому давайте. Сейчас я уберу все быстренько это. Так, вторая часть. Сразу скажу, кто знает, что я... Вернее, тот, кто не знает, что я делаю обзоры на продукты еще. И, соответственно, по возможности своей я периодически покупаю их. Если вижу, допустим, что этого продукта у меня, допустим, не было на моем канале. То есть, обзора на него нет. Купила я вот такие колечки. Кстати, они очень дешево стоили, видимо, потому что новинка. Они стоили 21 рубль. Сначала покупала, кстати, в магните. Сначала стояла еще, думала, брать, не брать. А потом подумала, что надо взять. Когда я потом еще его возьму, неизвестно. Какие-то чошки. Кукурузные колечки. А, даже кукурузные. Я думала, они луковые. Ну, будет интересно. Тоже обзор выйдет где-то в ближайшее время. Так, вот такая вот чипсы. Такие, вернее. Начос какие-то чипсы. На них тоже нету. Ну, на чипсы у меня тоже, конечно, есть обзоры разные. В принципе, в России не так много чипсов. Поэтому на них делать, конечно, обзор гораздо проще. Какой-то такой. Они стоили 40 рублей с чем-то. Так, это вот какой-то зефир кремовый. Просто обычный. И был еще с каким-то вкусом. Около 48 рублей, что ли. Как-то так. Не знаю, что-то мне показалось каким-то необыкновенным. Здесь какая-то необыкновенная ложечка такая лежит. То есть, блин, его можно купить. И, допустим, покушать где-то, выйдя из магазина. По-моему, я то ли в Ашане, то ли в Ленте купила. Я уже не помню. По-моему, в Ашане даже. Вот, то есть, ну, что-то вот такое необычное. Да? Такое. Вышел, съел, пошел дальше. Там, вышел в парк, допустим, пошел в парк, я это скушал. И все. Крышечка здесь прям такая вот плотная, хорошая. Мне кажется, даже в баночку можно в ней что-нибудь потом кого-нибудь посадить. Какое-нибудь растение. Здесь такая плотная крышка. И будет очень классно расти под какой-нибудь лампочкой. Так, вот такие чипсы. Какие-то нестандартные, в белой пачке. Были со сметаной и... Так, сметанный лук. И что же еще? Что-то еще было с сыром, по-моему. Я взяла обычный сметанный лук. Мне кажется, будет вкуснее. Купила их в атмосфере, в Отрадном. То есть, ну, блин, в Самаре. Может быть, они и есть у нас. Но, честно говоря, я не знаю. Они, кстати, тоже стоили довольно дешево. Мне даже, честно говоря, интересно посмотреть, что же там. И такая белая пачка более, знаете, похожа, как Ашановская, как фирма у них каждый день. Там тоже белая пачка и зелененькая, что и что-то такое. Ну, здесь какая-то АРО. ЭРО, может быть. АРО, ЭРО. Короче, не знаю. В Ашане купила. А, ну вот, в принципе, каждый день тоже зеленая, тут зеленая. Купила кашу овсяную, быстрого приготовления, 35 грамм, с клубничкой. Тоже это пойдет на обзор. Мы с вами будем смотреть, сколько там находятся клубнички, самой клубнички. Это будет, я думаю, очень-очень интересно. Надо было, конечно, взять еще каких-нибудь разных, чтобы тоже там сравнить. Ну, что-то и ладно. Я не догадалась. У меня уже, по-моему, была довольно большая сумка. Да, у меня была уже большая сумка. И я уже думала, как бы это все дотащить до дома. Да, еще сразу сюда положила. Это я купила светофория. Да, светофория за около 40 рублей с чем-то. Здесь волшебный лизун. Я еще таких наборчиков никогда не делала. Мне даже стало интересно, что же там внутри. Кстати, от Лори. Это известный бренд, компания, фирма. Глубой цвет, был еще зеленый цвет. Мне стало прям даже любопытненько, что же там такое. Очень-очень интересно. Такие я еще не делаю. Я думаю, что вам это тоже будет очень интересно. Алхимик. Химические опыты. Так, здесь у меня вот печенье в глазури. Здесь, конечно, мы с вами будем проверять, выглядит ли печенье точно так же, как здесь нарисована. Вернее, фотография ее. Такая же она или нет. Это мы с вами будем проверять. Я думаю, вам будет интересно. Мне кажется, я уже знаю даже ответ. Так, это я в ленте купила, тут видно. Обзоры на нее, в принципе, я что-то делать не хотела. Хотела ее съесть, но пока я дошла до дома, мне уже все расхотелось. Вот, я очень люблю со вкусом апельсина. Тут сок. Но я решила на нее сделать обзор, пока она у меня есть. Вот, почему бы и нет. У меня, кстати, с апельсином. И вторая у меня уже ушла. И потом я увидела, что, оказывается, если с черной смородины моей любимой, я подумала, ну и ладно, возьму две. Это вкусно. Вот. Тоже будем смотреть, как она внутри выглядит. Так же или не так же. Какой она там на вкус. Ну, вроде бы я слышала то, что вот фирмы Лента, довольно они хорошего качества. У нас с вами был обзор на чак-чак. Он довольно хороший такой, довольно вкусный был. Я надеюсь, что печеньки тоже не подведут. А, ну и все. А, еще вот, кстати. Тоже, кстати, будет у нас обзор на нее. Это я в Ашане купила кисть с резервуаром. Резервуаром. Понятно? Кисть с резервуаром. Ну, короче, кисть акварельная. Вот, тоже будем ее смотреть. Посмотрим. Я давно, честно говоря, уже мечтала, хотела. И как раз вот была в Ашане. Думаю, блин, надо взять. Надо взять. Короче, у нее тоже будет обзор. Посмотрим, какая она в деле. Стоит ли покупать Ашановская. Ну, не знаю, там она же какая Ашановская. Или какая-то там не Ашановская, скорее всего. Или все-таки стоит купить подороже. Она стоила около 50 рублей. Наверное, плюс-минус поменьше. Вот. Вот такой у нас была вторая часть моих покупок за две недели. Вот, в принципе, кстати, продуктов довольно мало. Мне кажется, я зимой покупала гораздо-гораздо больше. И, честно говоря, только стараюсь успевать на них делать обзоры, чтобы для вас это все выложить. И чтобы, прежде чем что-то покупать, вы посмотрели сначала обзор. Устраивает вас такой продукт или нет. Вкусный он или невкусный. Чтобы вы уже подумали, стоит тратить деньги или не стоит. Вот. Потому что некоторые продукты бывают... Ай-яй-яй, какие! Вот. Ну, разные попадаются. Разные, да. В основном хорошие. Но бывают и не очень. Так. В принципе, обзоры я все показала. Одежда, я как и сказала, у меня отдельный ролик есть. Может быть, в каком-то влоге она будет. Там посмотрим, там будет видно. Вот. То есть, вот так. Вот такой у нас с вами обзор. Все. Не буду дальше болтать. На сегодня это все. Смотрите обзоры на продукты из фикс-прайса, из других магазинов. Обязательно их смотрите. Смотрите влоги. Как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку три годика уже. Также фоны, живопись. Обзоры на технику еще также бывают периодически. Короче, там куча всего интересного. В своем канале обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, которое уже выйдет завтра. У меня каждый день выходят новые ролики. Также ставьте лайки. Пишите комментарий обо всем об этом. Что вам понравилось. Что вы в первую очередь хотите на обзор. Может быть, что-то вы хотите купить и хотите, чтобы я побыстрее сделала обзор. Обязательно пишите. Или, может быть, свои отзывы об этих продуктах. Может, вы уже покупали их. И вам не понравилось. И на сегодня все. С вами был канал ArtMania. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok